Слово даётся профессору, доктору и просто прекрасному человеку, Вере Геннадьевне Александровне. Вы её знаете. И давайте тут же я хотела бы сказать ей большое спасибо за всё то, что она делает в проведении этих семинаров, и на этот раз тоже. Он потратил огромный труд творческий. Спасибо, Вера Геннадьевна, за это. Спасибо всем. Дорогие мои, добрый день. Вы знаете, столько приходится выступать, но ловлю себя уже который раз, что так никогда не волнуюсь, как когда выступаю с этой трибуны. Хотя, казалось бы, именно здесь говоришь. Всё самые сокровенные, самые лучшие, самые наболевшие и, наверное, самые главные в твоей жизни. О чём мы говорим? О духовности. Ну, мы заболели духовностью давно все с вами, и мы тоже давно ищем, думаем, собираем всю литературу, все источники про духовность. Шалва Александрович правильно вчера сказал. Для кого-то надо пойти в горы и найти этот дивный цветок, чтобы проснулось сердце. Кто-то, мы знаем из классики, может стоять перед Венером Милосской и почувствовать. Дух, дыхание перехватило. И что-то в нём опять проснулось, и что-то в нём приподнялось. Конечно, я вот вчера опять-таки готовилась и все эти дни думала, духовность, духовность. Целую диссертацию написала, а только вчера. Чисто вслушалась в это слово. Духовность. Дух вносить в любое дело, которое ты делаешь. В каждую свою мысль, в каждое своё действие, в общение, в школу, в жизнь, в ребёнка своего. Для нас свой ребёнок – это каждый ребёнок. Поэтому действительно о духовности. Но мы о ней говорили очень много. Я хочу сказать, я хотела бы обратить вас к словам Бердяева. Мне очень понравилось. По Бердяеву проявление духовности в том, что человек должен принять на себя ответственность. Не только за судьбу, за свою судьбу и судьбу своих близких, но и за судьбу своего народа. Согласитесь просто. Я хотела бы сделать акцент вот на том, какая ответственность большая. И обратиться к теме наших чтений, которые мы целый год все живём, обдумываем, осмысливаем, чтобы дать, дарить ребёнку искорку знаний, я надо, можно остановлюсь, как тонко, не просто в упор знания. Мне недавно прислали программу с нашей кафедры педагогики. И там задача обозначена – вооружить студента знаниями. Вот. Ну, для нас как бы это немножко уже для всех и дико и странно, но я чуть-чуть, два слова о знании. Ведь знание у нас с вами, вот очень тонко сухомлинский, не в прямую знание, а дать искорку. Пусть сам добывает, пусть сам ищет, но вы эту искорку дайте ему, подарите, и он разожжёт вот в себе вот этот интерес, это умение добывать эти знания, их интегрировать, соотносить, критически осмысливать, их применять в разных сферах своей жизни, деятельности и так далее. Ведь знание бывает у нас истинным и ложным. Знание бывает новым и старым. Знание бывает нравственным и безнравственным. Много характеристик. Я останавливаюсь нравственным и безнравственным. Сколько они у нас с вами берут из СМИ, как мы говорим, из интернета. И вот так важно, чтобы истинные от ложного, нравственные от безнравственного. У меня в семье, вроде бы все так люди образованные, и тем не менее внук часто. Мы начинаем обсуждать какую-то проблему, а он говорит, а я в интернете читал и уберен в своей правоте. Это было в шестом-седьмом классе. К десятому, даже, может быть, к одиннадцатому, он стал понимать, что не всему надо верить в интернете. Поэтому я очень прошу именно вот эти грани знания, и устаревшие, и ложные, и безнравственные. Вот это, наверное, то, что должен делать учитель гуманной педагогики, осознавая свою особую ответственность. Потому что на этом учителе особая ответственность. Вот. Далее. Основная проблема, которой мы все живем. Говорить о духовности интересно. Читать, обсуждать, думать, искать. Но у нас, я думаю, вас всех и нас тоже всех волнует. А как? А как одухотворить педагогический процесс? Как одухотворить урок, внести в него живую мысль? И подсказка – живое слово. Я считаю, это особый алмаз, как сегодня прозвучало, особый алмаз учителя гуманной педагогики. Если мы не владеем словом, так, как им владеет Марианна Азолина, так, как тонко чувствует слово Валерия Гивимна Ниарадзе. Я не перестаю у нее учиться, я поражаюсь, конечно, этому дару великому. Вот так тонко чувствовать и раскрывать слово, и доносить его до своих ребят. Елена Николаевна, Ирина Васильевна Баранова – это наши с вами профессора в сфере слова. Но поверьте, что у нас с вами другого пути, основного пути, к тому, как одухотворить образовательный процесс, как оживить урок и согреть душу. Какая у нас главная проблема? Всю жизнь было тело, а теперь у нас появилась душа. И вот что с ней делать? Ну, легко сказать, напитать добром, светом. Конечно, это наша вот такая высокая цель. Но вы согласны со мной, как это сложно сделать в жизни? Мой, например, путь, я шла им, я более 27 лет я отработала в общей образовательной школе. Моя тема всегда была «Интегрированные уроки». Тогда не было направления гуманной педагогики. Но всю концепцию я выстраивала тогда. Сначала на трудах Василия Александровича Сухомлинского, позднее на трудах концепции Шалвы Александровича. Именно у них вот так постепенно, наверное, я приходила к тому от Сухомлинского. «Возлюби ребенка, возлюби больше, чем самого себя. Уверуй, что он чище, лучше тебя. И только тогда ты станешь настоящим учителем». Это мои самые любимые слова. «Откуда у Сухомлинского вот это нетленно идущие прямо вот к нам из глубины-глубины веков? Возлюби ребенка, возлюби больше, чем самого себя». И вот, конечно, можно о любви говорить много, но мы всегда с вами, спасибо вам всем, говорим о любви созидающей. Потому что без любви о духовности разговор просто не имеет смысла. Я, конечно, подготовила очень много материалов разных, но я очень уважаю ваше время, и поэтому я постараюсь быть максимально краткой. Я все равно сегодня буду все вокруг слова, потому что у учителя гуманной педагогики своя речь. Ну, это вы знаете. Наша речь не похожа на другую. Иногда нас не понимают, а мы все равно знаем, что за нами свет и за нами правда. И уж если вчера Петр Петрович рассказывал, что кактус можно научить сложить свои иголки, а что растение как реагирует на свет, то наш ребенок на слово. Он живет только словом. Я сама вот как родитель, как мать, я очень долго как-то не осознавала вот всей глубины силы слова. А потом поняла, что вот даже в другой раз в семье мне нужно только слово. Мне нужно только другое слово. Моим студентам я прихожу и говорю, я буду учить вас о радости жизни. А потом говорю о слове. Я не говорю им, что я буду учить их говорить, но мне всегда очень радостно, когда их творческие работы в начале года и в конце это совершенно разные вещи. Это другая речь, это другое умение мыслить и, наверное, это самое главное. Так, я очень резко сокращаю свое выступление. И тем не менее, учитель года впереди. Вот по Москве и по всей России я вот проехала, тут посмотрела. Уже большие счеты. Учитель года. 2010. В смысле год учителя 2010. И обязательно либо половинку счета, либо рядом с ним. Год 65-летия Великой Победы. Вот я считаю, уже просто как учитель, как педагог, и я это сделаю тоже со своими, всеми учениками, студентами. Я должна как-то по-особенному достучаться. Они, молодые по истории, вы знаете, проходили разные, разнополярные, встречали мнения. И им сейчас многим, очень молодым, трудно определиться, а что ж такое война? А что ж такое мир на земле? Я хотела бы отдельно позднее сказать о мастер-классах вчерашних, но в очень многих из них звучало. Мы должны научить детей беречь мир. Конечно, вы догадываетесь, что это очень важно для нас сегодня. И вот я считаю, опять отталкиваясь от той ответственности, которую несет учитель гуманной педагогики, мы должны в своей школе, на своей кафедре, в вузе, где угодно, мы должны заставить по-другому, в другом внести вот тот свет особый, который мы учимся, немножечко уже умеем носить. И какой практический совет от тебя, как учителя и педагога? Великая сила искусства, никуда от нее не денешься. Великая сила слова. На конкурсе «Учитель года России» 2009 я была членом жюри, и очень понравилась мне учительница, город Вязники, Владимирской области, великолепный словесник. Ох, какой словесник! И она показывала, как она через слово идет к образу, и как они выражают этот образ. Она очень активно использовала изобразительное искусство. Потрясающе показала работы, в которых такая мысль, что сразу как-то и не поймаешь, не уловишь. А я после задала ей вопрос. Скажите, пожалуйста, почему вы используете только изобразительное искусство и не используете музыку? И услышала ответ, который подарка мне на всю жизнь. А для меня слово – музыка. Маша, будь добра, помоги нам, пожалуйста, прикоснуться к этому. Поскольку мы сейчас заговорили о Великой Отечественной войне, то я хотела бы, чтобы каждый из нас, учителей, мы же начинаем все с себя, и каждый ребенок вот в эти дни, которые будет праздновать себя Россия, осознала, что память – это я, это мы, и чтобы он проникся. Вот в прошлом году я давала мастер-класс как раз по этой тематике, а в этом году она оказалась особенно актуальной. Кто захочет пообщаться, мы это обсудим позднее. Так вот, память – это мы с вами. Это разработанный мною лет 15, в течение 15 лет дорабатываем постоянно урок. Урок, логикой построения урока стали полотна известных художников. От полотна к полотну, как от странички к страничке мы идем. Странички все очень разные, очень интересные. Я не имею возможности сегодня, и не стоит такая передо мной задача, пролистать все странички. Но сама канва, себе поймите в виду, логикой построения могут быть художественные произведения. А далее – музыка. Мои любимые слова Гоголя. «О, будь же нашим хранителем и спасителем музыка! Рещи удаляй подремлющим нашим чувствам!» Ну и так далее. Действительно, вспомним, древность музыка всегда считалась особым языком в жизни людей. А я все-таки решила одну тему выбрать – тему слова. Поэтому из-за этого урока я тоже выбрала кульминационный момент урока. Не доминантом, но тоже кульминационный. Я обратилась к стихотворению Ахматовой. Работать с детьми мы с первого класса старались их привлечать к высокой поэзии. На мне классных, на уроках литературы, на интегрированных уроках. И я считаю, что без этого стихотворения, без дани нашего уважения и признательности к Анне Андреевне Ахматовой, наверное, и не поймешь, какую она взяла высочайшую планку. С детьми мы делаем так. Сначала они читают на листочках, про себя вчитываются, вдумываются. Называет она стихотворение «Мужество». 43-й год. Она в Алма-Ате, в эвакуации. Ну, круг. Друзей ее всегда высокие, ограниченные. И она читает стихотворение. Если кто может, если видно, вместе, пожалуйста. Тихонько, тихонько. Мы знаем, что ныне лежит на весах. И что совершается ныне. Сейчас мужество пробил на наших часах. И мужество нас не покинет. Не страшно под пулями мертвыми лечь. Не горько остаться без крова. И мы сохраним тебя, русская речь. Великое русское слово. Свободным и чистым тебя пронесем. И внукам дадим. И от плена спасем. Навеки. Почему Анна Андреевна, Назвав стихотворение «Мужество», Говорит о слове. Великой русской речи. Да потому что это самая дорогая святыня Любого народа. Пока живо слово, пока жива речь, Пока жив хоть один человек, Жив народ. И как она доводит, Доносит до нас эту Высокую мысль. Когда Анна Андреевна Прочитала это стихотворение, В комнате установилась такая тишина, Что она, будучи женщиной смелой, Все равно растерялась. И говорит, Давайте побудем с Шопеном. Давайте мы еще раз Почитаем эти строки. И попробуем проникнуться. И понять, что музыка – Это не всегда иллюстрация. Музыка – это гораздо больше. Это особая сила света И особая сила духа. Это музыка, устремленная вверх. Постарайтесь с ней подняться. Музыка – это гораздо больше. Спасибо. Я могу добавить Для особенно увлеченных У меня на уроках Я уже говорила, Более 50 уроков у нас Интегрированных вот таких На высочайшие уровни Духовности У нас музыка всегда звучала Живую. У кого есть возможность, Попробуйте. Это необыкновенный эффект. Конечно, несравнимый с записью. Даже очень хороший. Позакончить я хотела Сложить все свои бумажки Тем, что Вчера, прощаясь с Петром Петровичем Горяевым, А вы все уловили Горькие нотки, Прозвучавшие в его выступлении. Петр Петрович, я говорю, Вот смотрите, Шипов уехал. У вас вот такое грустное настроение. Вы как? Вы не потеряли все-таки Какую-то веру В Россию, В то, что все будет? И он мне сказал. Если мы потеряем эту веру, То мы потеряем ее уже На уровне ДНК. Ее никогда не восстановить. Поэтому мы храним тебе Русская речь, Великое слово И русское слово, И латвийское, Казахское, И эстонское Родное свое слово. Потому что это Самый верный путь К сердцу ребенка. Можно ласково положить Руку на плечо, Но если вы не скажете При этом То слово, Которого он ждет, Наверное, Мы ему не поможем. А мы должны все помогать. И последние минуты Тоже не по выступлению. Я вчера Посмотрела Много столов. Просто такое задание Дал Шлава Александрович. И я Низко всем кланяюсь. Невозможно сказать, Какой стол был лучше. Я ухожу с одного Потрясенная. Прихожу на другой Расплакалась. Иду на третий Питалась. Иду на четвертый. Поэтому Я просто всем Низко кланяюсь. Необыкновенные Мастер-классы. Спасибо большое. Это поддерживает Нас во всех веру, Что мы сила, Мы можем. И все равно Гуманная педагогика Останется тем светом, Той высокой Точкой, Той Тем смыслом жизни, Которым И той задачей, Тем делом, Которым мы все Служим. Спасибо. 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 Регина Джинля.